Какие бы вы рекомендовали плитке, чтобы были периоды, допустим, 2, 0, чтобы периоды были m, n, если m и n, опачок, в данном случае это разрешается только 2, 0, 0, 2, 0 и 4, 0, 0, 4, минус 2, минус 4. То есть нужно представить себе такое отношение плиткой, такое, что сдвинуть на 2 можно, и наверх сдвинуть на 2 можно, а на 1,1 сдвинуть нельзя. Значит, надо разработать, вот здесь мы разработали два типа плиток, нужно, может быть, прибольше ее через лобцик плиток, потому что как бы надо с какого-то больше информации, где мы находимся. Ну, неформально так, философски, можно говорить, что каждая плитка должна знать, где она находится, и как-то это контролировать, знать свои координаты по модулю 2, так сказать, условно говоря. Но может ли кто-нибудь предложить плитке, которая бы обеспечит вот такие периоды? Есть ли ограничения на количество цветов? Ну, пока нету. Ну, ясно, что если плиток конечный, это число... Смотрите, можно больше, чем 2, я скажу. Да-да-да-да-да-да-да. Конечный плиток может быть сколько угодно, и цветов сколько угодно, но важно было конечное число. Но, впрочем, если от того конечное число, то и другого нельзя сделать. С конечным числом плиток не может быть конечного цветов, и с конечным числом цветов тоже из конечного варианта. Поэтому это все равно. Ну, пока я этот плиток сдаваю, Воркеттон уже разработал схему раскрашивания плиток, набор плиток. Представьте себе, что вот вы там проектируете для керамической фабрики, проектируете такие штуки, и вы хотите добиться, чтобы все ваши покупатели, хотят они того или не хотят, выкладывали бы такие узоры с периодом 2 туда и сюда, и больше бы ничего выложить не могли. Есть ли в народе какая-то идея, как такой набор плиток сделать? Может кто-нибудь разработать такой набор плиток? Плитки должны только в квадрат. Единственное, над чем мы властны, это над цветами сторон. Значит, нужно как-то обеспечить, чтобы были цвета сторон. Цвета сторон как-то бы вынуждали вот все это откладываться, так сказать, все, ну, как... Периодически, регулярно, чтобы не было возможности уклониться от этих периодов 2 по вертикали и 2 по горизонтали, и чтобы больше никаких периодов не было. Здесь какая-то плитка номер, какого-то типа? Один. Не знаю, какие цвета, но какая-то плитка. Чтобы был период 2, только по горизонтали и вертикали, где еще можно разместить плитки системы один? Ну, вот на два шага вправо, раз, два, значит, здесь тоже должна быть плитка один. И здесь должна быть плитка один. Вот здесь, они все будут одного и того же типу. Ну, хорошо. А сколько всего будет разных плиток в этой картинке? Четыре. Четыре. Почему? Как объяснить, почему четыре нет? Совсем просто, просто скажите. Ну, из решеток надо поднять на вектор 1, 0, 0, 1, 0. Если здесь будет какая-то плитка два, то, естественно, здесь тоже должна быть плитка два. И здесь, потому что они должны повторяться с шагом два в одну, всю другую строчку. Если здесь какая-то плитка три, то и здесь будет плитка три. Ну, это не доказывает, что их раута четыре, могло же быть театически, что, допустим, один равно два. Да, не доказывает. Но, по крайней мере, ясно, что больше четырех плиток нам, заветом, не понадобится. Значит, надо таким образом, видно, что достаточно разработать на четыре или, может быть, меньше плиток. Нет, я сейчас даже не призываю доказывать, что иного нельзя, просто разработать какой-то конкретный набор. У вас есть конкретный набор. А, А, Б, Б. Ну, вот все плитки, которые получили по уроду на 15 градусу, с каким центром он закреплен? То есть, реально, вы предлагаете четыре плитки. Очень экономный набор, у вас всего два цвета. Значит, давайте их все напису. Значит, А, А, Б, 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 А, здесь, значит, А, А, может быть, вот здесь. И последнее, какое-то одно из нас не хватает. Значит, где у нас может быть Б, Б? У нас оно было вот тут, здесь, вот тут, тут, А, А, и тут еще. Ну, ясно, что у меня вот такие вот, здесь будут такие квадратики, образованные. А, то есть, вот эта картиночка, у нее со всех краев Б, поэтому, ничего не мешая, ее повторять с, ну, вот, как бы такими плитками два на два замощать. И, таким образом, будут периоды, будут, как раз по такому типу, один, два, три, четыре, будут расположены так. То есть, это замощение позволяет, такой набор плиток, позволяет замостить нужным нам способом. А вынуждает ли он нас так замощивать? То есть, мы уже хотим не просто, чтобы было такое замощение, а мы хотим, чтобы других замощений не было. Вот, как вы думаете, можно ли, вот, допустим, вы купили, вы являетесь тем самым мастером плитных чеком, и ваш ненавидимый вами заказчик закупил такие плитки. А вы хотите ему, и он требует, чтобы вы их прикладывали только, значит, правильно. Но больше ничего не сказал. А вы хотите ему отомстить, потому что недовольны условиями оплаты, и хотите выложить в каком-нибудь некрасивом, нерегулярном способе. Сможете вы ему подгадить или не сможете? Имея вот такие плитки, четыре таких плитки. Что, грустно-качейте головой, можете или нет? Можете. Почему? Расскажите. Как объяснить, почему можно нагадить? Возьмем верхнюю правую и верхнюю левую. И вот еще раз поставим. Возьмем верхнюю правую. Верхнюю правую и верхнюю левую. Да. Нет, вот рисуночные. Да, вот верхнюю правую и верхнюю левую. Да. И вот так еще раз сверху поставим. Но если мы еще раз поставим сверху, то в чем же тут достаточно? На дни. Мы поставим еще раз, и будет опять. Нет, на дни. Ну, неужели можно так поставить, потому что здесь А, поэтому если мы поставим вот так вот, то получится противопроблема А тут В. Так, нельзя. Правило у нас такое, что цвет всегда должен согласно согласовываться. Можем накатить или решить. Да, и что для этого надо сделать? А нижнюю и левую, то есть мы поставим вот так ВА, а здесь поставим, что мы здесь поставим? Нет, про А. Мы повторим вот эту плитку 2 на 2, но повторим ее со сдвигом. А, даже я понимаю, к чему выкладываете, что эти плитки 2 на 2, они со всех сторон, они цвета Б. Поэтому А внутри в них изолированы. И соответственно их мы можем укладывать более-менее произвольно. Мы можем эти большие плитки укладывать друг на другом, а можем укладывать их со сдвигом. А можем иногда укладывать друг на другом, а иногда со сдвигом. И тем самым мы можем совершенно непериодично нарушать, получить такую совершенно непериодическую конфигурацию. То есть эти плитки разработаны. Они хороши в том, что мы можем выложить с периодами 2 на 2, но можно выложить и не с периодами, вообще без периода. Нет, почему? Если следовать этой логике, то период будет, горизонтальный будет период, как бы мы не выкладывали эти сдвиги. А, будет горизонтальный. То есть если мы требуем, чтобы только один вектор был, а не два, то тогда в этом определении это периодическое измощение. А, то есть всегда, когда мы будем выкладывать, будет? Ты хочешь сказать, что будет либо горизонтально, либо вертикально? Да, если следовать методике данного автора, то есть сдвигать как 2 на 2, то будет либо горизонтально, либо вертикально. Да, убедительно. А если не следовать методике данного автора, а просто укладывать произвольным образом, то что? Можно ли гарантировать, что будет либо один период, либо другой? Кто-нибудь понимает? Если мы уже решили выкладывать квадратные 2 на 2, если мы в некоторый момент сдвинули, то это означает, что мы уже ничего не можем сделать, и сюда вынуждены тоже сдвигать. Правда ведь? И, соответственно, и здесь опять вынуждены сдвигать. То есть эти два ряда уже определяются. Можно сделать, чтобы вообще не было периода с этими плитками. Да, почему? Это 2 на 2 квадрат. Хорошо. Нет, а вы будете выкладывать квадратами 2 на 2 или? Да. Да. Вот, один квадрат, так вот, с другой. Хорошо. Вау! Ну и так далее. А вы понимаете, к чему он клонит? Какая получится картинка? Да. Вот такие вот получишься. Что получишь такие красивые рубрики? Нет, действительно, я не знаю, может быть так заказчику не удается подгадить, потому что получается тоже красивая картинка, но формально периодически она не будет. Потому что у нее есть такая совершенно особая точка, где есть 4А в одном месте. На единственное. Больше ее нигде нет. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...